Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на канале Дарвинский музей дети. Как обычно, я отвечаю на ваши вопросы и сегодня наша речь с вами пойдет о звездах, но не просто о звездах, а о морских звездах. Почему мне захотелось рассказать про этих животных? Ну, во-первых, это красиво. Во-первых, они необычайно красивы и разнообразны, а во-вторых, у этих животных много очень необычных особенностей, о которых мне очень хочется вам рассказать. Но начнем с того, что с точки зрения систематики морские звезды относятся к типу иглокожие. К этому типу относятся также такие животные, как афиуры, морские ежи, морские лилии и галатурии или морские огурцы. Это очень древние животные. Они известны по палеонтологической летописи с Ордовика и самый древний экземпляр имеет возраст около 450 миллионов лет. То есть такой возраст достаточно солидный. У этих животных есть масса любопытных особенностей. Ну, во-первых, надо сказать, что морские звезды называются так, потому что они действительно напоминают по форме звезду. Единственное, что чаще всего, конечно, эта звезда бывает пятилучевая, ну, такая более привычная нам форма звезды, но бывает и другое количество лучей у звезд. И самое большое, пожалуй, это 50 лучей. Такое количество бывает у очень крупной звезды, которая называется солнечная. Что еще про них интересно? Это животное относится к вторичной ротам. Кто такие вторичные роты? Ну, представьте себе, что во время эмбрионального развития у них закладывается первичный рот, он называется бластопора, но затем на месте этого первичного рта формируется анальное отверстие. Ну, а, соответственно, рот формируется на противоположном конце тела. Начинается! Тебя не слышно! Говорю, начинается. Может быть, вам покажется немножко странным, что рота анальное отверстие меняется местами, но мы с вами, как это ни забавно, тоже относимся к вторичным ротам. То есть у них с нами гораздо больше общего, чем, например, у нас с осьминогами, что, в общем, согласитесь, не может не удивлять. Еще интересный факт. У этих животных радиальная симметрия, то есть у них есть центр, от которого расходятся лучи. Но этот тип симметрии, он у них тоже вторичный. То есть, если посмотреть как раз на палеонтологическую летопись, то выяснится, что самые древние иглокожие, они были двусторонне симметричные животные, ну, примерно так же, как мы. Кстати говоря, личинки морских звезд на ранних стадиях развития, они тоже билатеральны, у них тоже двусторонняя симметрия, такая же, как у человека. Это осталось еще от самых древних предков иглокожих. То есть, на самом деле, видите, у нас много, на самом деле, что с ними объединяет. Пожалуй, самая удивительная черта, которая есть у этих животных, это так называемая амбулакральная система. Что это такое? Представим себе, что эта система гидравлическая, довольно сложная, которая не только позволяет животным двигаться, но и выполняет тоже множество других разных функций. Она состоит из каналов. Это центральный канал кольцевой, который находится в центральном диске. Это также каналы, которые расположены в каждом из лучей. И эти каналы соединяются с внешней средой через специальное отверстие, мандропоровую пластинку, в которой множество пор, через которые вода из окружающей среды может проникать внутрь амбулакральной системы. То есть, у этих животных не существует способа поддерживать постоянное солевой баланс своего организма, и всегда количество солей в окружающей среде и внутри организма оказывается одинаково. Именно по этой причине они не могут водиться, например, в пресной воде, и они также редко встречаются в сильно опресненных морях, но, например, в Черном море они встречаются только в районе Босфора, это самая соленая часть Черного моря, ближе всего к Средиземному. В Балтийском море тоже встречаются в очень небольших частях, но зато их можно встретить практически на любых глубинах, начиная прямо от мелководий и заканчивая глубиной более 6 километров. То есть, действительно, животное такое очень распространенное и, в принципе, встречаются практически повсеместно и в холодных морях, и в тропических морях, везде можно этих животных встретить. Они, кстати, бывают очень красивые, действительно, они бывают очень яркой окраски, иногда это необыкновенное сочетание очень ярких цветов и выглядит очень привлекательно, поэтому, конечно, люди издавна на этих животных обращали свое внимание еще с древнейших времен. Так вот, вернемся к ампулакральной системе. Что это такое? Каналы, которые расположены в лучах, они снабжены выростами. Эти выросты называются ампулакральные ножки. По каналам в эти ножки нагнетается вода. Каждая ампулакральная ножка имеет ампулу, такое расширение, похожее на маленькую колбочку. При помощи сокращения или расширения этой ампулы вода то нагнетается в ножки, то из ножек удаляется, и благодаря этому происходит движение амбулакральных ножек, и, соответственно, благодаря этому морские звезды могут достаточно шустро ползать по дну. На конце каждой ножки имеется присоска, то есть это очень совершенная система, которая позволяет жмотному прекрасно передвигаться, и амбулакральные ножки также и выполняет функции осязания. То есть при помощи них животное может ощущать какие-то прикосновения, куда она, как она движется, по какому субстрату и так далее. Но вот, кстати, ползают они довольно шустро, а вот плавать они не умеют. Еще одной интересной особенностью вообще всех иглокожих является их известковый скелет. Но в отличие от, например, моллюсков, у которых известковый скелет наружный, да, это раковина, например, у иглокожих этот скелет внутренний. Он формируется внутри эпидермиса кожи и сначала зарождается внутри клеток эпидермиса, ведь таких маленьких зернышек известковых. Затем эти зернышки начинают разрастаться, превращаются в такие и в трехгранные пластинки. И, как правило, из клеток эпидермиса они попадают в межклеточное пространство, там продолжают дальше расти. Но интересно, что они в целом не связаны друг с другом жестко, например, да, как кости нашего скелета, а связаны друг с другом исключительно при помощи мышц и тканей кожи. И, соответственно, вот поэтому существует такая трудность, что эти животные довольно плохо сохраняются в палеонтологической летописи, потому что их скелеты, как только животное погибает, они, как правило, достаточно быстро могут рассыпаться просто на отдельные фрагменты, на отдельные вот эти вот известковые пластины, которые, кстати, могут иметь разную форму. Среди этих известковых пластин встречаются и своеобразные такие скелетные элементы, которые внешне напоминают маленькие щипчики. Называются они педицелярии, в основном расположены на верхней стороне звезды. И они, прежде всего, используются для того, чтобы действительно, как с щипчиками, например, собирать какой-то мусор с поверхности тела звезды и удалять его. Кроме того, педицелярии также могут использоваться для захвата добычи или для какой-то манипуляции с ней. Пищеварительная система у них тоже устроена очень своеобразно. У них рот, причем расположен он на нижней стороне. Эта сторона называется оральной, а вот верхняя сторона называется аборальной. Так вот, на нижней стороне расположен рот, а анальное отверстие как раз расположено на верхней стороне. Рот открывается в большой объемистый желудок, который в основном занимает весь центральный диск практически. Желудок очень большой. Особенность этого желудка в том, что звезда морская может свой желудок выворачивать. Многие морские звезды на это способны. То есть, если морская звезда находит какую-то добычу, и эта добыча слишком большая и не может, например, поместиться сразу в рот, то что звезда делает? Она во внешнюю среду выворачивает желудок, этим желудком захватывает добычу, переваривает, ну и, соответственно, втягивает желудок обратно. Причем очень интересно, морские звезды нередко питаются моллюсками двустворчатыми и при помощи своих амбулакральных ножек, а также при помощи своего такого необычного желудка звезда очень интересно этих моллюсков поедает. То есть, она обнаруживает моллюска, она при помощи амбулакральных ножек разжимает немножко мышцу, которая держит сворки раковины, и ей достаточно совсем небольшого отверстия, в который она запускает свой желудок и, соответственно, моллюску переваривает. То есть, действительно, способности такие для фильма ужасов прям настоящего, потому что, действительно, они очень-очень необычные и немножко пугающие, если вы видите это первый раз. Есть же прекрасный мультик, называется «Губка Боб. Квадратные штаны». И в этом мультике, помимо губки морской, того самого главного героя губки Боба, есть еще один герой, его друг, которого зовут Патрик Стар. Это розовая морская звезда. И если в мультике все хорошо и эти животные дружат между собой, конечно, представить подобную дружбу в природе было бы совершенно невозможно. Тем более, что морские звезды серьезные хищники, и в том числе едят и губок тоже. То есть, подобная дружба бывает, наверное, только в мультфильмах. Надеюсь, что я не сломала все ваши шаблоны. На самом деле, безусловно, морские звезды питаются самыми разными животными. Они не брезгуют и падаю. Кстати, они могут есть и рыбу, размером даже превышающую саму звезду, достаточно приличного размера. Но, безусловно, и у них есть свои враги в природе. Конечно, есть животные, которые тоже их с удовольствием едят. И различные рыбы, и различные ракообразные, которые могут нападать на этих животных. Ну и, конечно, у них есть паразиты. И паразиты у них совершенно потрясающие. И об этом вам расскажет на нашем взрослом канале Игорь Фадеев. У этого животного нет специальных органов выделения. Ну, как, например, у нас есть почки для того, чтобы удалять продукты обмена веществ, такие нам ненужные. У этих животных специальных органов нет, но у них есть специальные амебовидные клетки, которые действительно по своей форме напоминают амеб. Они собирают в себя различные продукты, например, белкового распада, то, что остается внутри организма ненужным, и, соответственно, удаляют это из организма. Что касается органов чувств, надо сказать, что вообще нервная система у морских звезд очень примитивная. У них нет даже каких-то выраженных, например, нервных узлов. Из всех органов чувств у них хорошо развитое осязание. Они могут осязать окружающую среду при помощи тех самых амболокральных ножек. И, кроме того, у них есть глаза. Как это не забавно? Они, правда, очень примитивные. Это скорее как зрительные пятна такие. Очень просто устроенные. И расположены они тоже очень необычно. Они расположены на концах лучей. Зрение у морской звезды, конечно, весьма примитивное. И при помощи вот этих глаз своих она, пожалуй, может только отличать уровень освещенности света тьмы или более яркий света от менее яркого. Но она больше, пожалуй, не способна. Что же касается размножения, то здесь мы у морских звезд можем встретить массу всяческих вариантов. Большинство видов имеют два пола. Мужское женский. И у них, в общем, все как у других животных. Все вполне себе понятно. А вот есть виды гермафродиты. Причем есть виды, у которых одновременно есть и женские и мужские железы. А есть виды, так называемые, последовательные гермафродиты, которые, например, появляются на свет как самцы, а потом через некоторое время становятся самками. У них крупные особи, это самки. Они способны делиться пополам. И затем из вот каждой половинки этой звезды получается самец. Далее, когда этот самец дорастает до определенного размера, он опять становится самкой. То есть такая достаточно сложная система. Оплодотворение у них, как правило, наружное. То есть чаще всего просто бывает, что яйца, а также сперматозоиды, выбрасываются взрослыми морскими звездами в окружающую среду. Происходит свободное оплодотворение. И дальше появляются из яйца личинки. Личинки очень необычные. Ну, во-первых, мы уже выяснили, что у них двусторонняя симметрия, примерно как у нас с вами. У них прозрачное тело. Это тело покрыто сверху ресничками. И это такие свободно движущиеся организмы, которые себе прекрасно плавают, питаются там мелкими кусочками водорослей или какими-нибудь микроорганизмами, которые вокруг них в воде есть. И вообще они совершенно не похожи на своих родителей. Абсолютно никак. Эти личинки называются бипинарии. Они таким образом живут несколько недель. И затем, пройдя определенный цикл развитие, определенный цикл роста, они оседают на дно. И трамм трансформируется в другой вид личинки. Это следующая личиночная стадия, которая называется брахиолярия. Они при помощи ножки прикрепляются к субстрату. И внутри вот этой вот личинки брахиолярии формируется новая маленькая звездочка. Вот так бывает не всегда. Есть виды морских звезд, у которых не происходит вот такого вот метаморфоза, и у них прямое развитие. То есть сразу из яйца вылупляется маленькая морская звезда. Есть виды, которые не просто размножились и никаким образом не принимают участие в судьбе своего потомства, а есть виды, которые заботятся о своем потомстве. Есть морские звезды, которые вынашивают своих потомков. И для этого тоже у них есть разные способы. Ну, например, если у морской звезды длинные лучи, часто бывает, что звезда, можно сказать, высиживает свое потомство. Она над оплодотворенными яйцами создает такой своеобразный, как купол. Она приподнимает центральный диск над яйцами, опираясь на свои лучи. И таким образом вот в таком вот своеобразном домике происходит развитие личинок. Есть же такие, которые вынашивают своих личинок, например, внутри желудка. То есть они откладывают очень небольшое количество яиц, ну, порядка двухсот. Но эти яйца крупные, у них большое количество желтка. И, соответственно, внутри желудка они вынашивают своих детенышей до определенного возраста. И из желудка матери выходят уже вполне сформировавшиеся маленькие звездочки. И все то время, пока они находятся в желудке матери, соответственно, взрослая морская звезда не питается. То есть вот такая вот интересная забота. Ну, обычно такая забота свойственна, например, для тех морских звезд, которые живут либо в полярных широтах с очень холодной водой, либо, например, на больших глубинах. Потому что, как мы уже выяснили, среди морских звезд много и глубоководных видов. Еще что у них интересно, чему мы можем прям-прям таки позавидовать, у них великолепно развита регенерация. Они прекрасно восстанавливают утраченные лучи. И бывает так, что, если, например, на звезду нападает какой-то хищник, он хватает за определенный какой-то луч звезду, звезда этот луч отрывает и скрывается. Соответственно, дальше у нее через какое-то время отрастет на этом месте новый луч. Но у некоторых видах регенерация развита так хорошо, что буквально новая морская звезда может развиться всего-навсего из одного луча. Образуется, даже если осталась небольшая, небольшая часть центрального диска, этого бывает достаточно для того, чтобы прошла регенерация. И чтобы на месте, где были когда-то прежде лучи, появились новые лучи. Правда, внешне эти морские звезды выглядят немножко своеобразно, их называют кометами, потому что, как правило, вот эти новообразовавшиеся лучи, они растут довольно медленно. И звезда морская действительно выглядит как комета, у нее есть один длинный луч и остальные коротенькие, совсем маленькие. Ну и при помощи такой прекрасной регенерации некоторые виды морских звезд могут даже размножаться бесполым путем. То есть из частей звезды могут появиться новые звезды. И это тоже замечательный совершенно способ, который позволяет этим животам великолепно себя чувствовать и существовать на нашей Земле уже такое продолжительное время. Ну что ж, друзья, пишите в комментариях, какое из свойств морских звезд больше всего вас удивило. Быть может, это их необычный желудок или замечательная амбулакральная система, которая позволяет, используя гидравлику, им великолепно передвигаться, очень необычно. А может быть, вам понравился их способ размножения? Пишите в комментариях, приходите к нам в музей. Ну а если вы живете далеко и посетить наш музей вы не имеете возможности, вы можете посетить наше онлайн занятие. Они довольно интересные и разнообразные. Каждый для себя найдет что-нибудь подходящее. На этом, пожалуй, все. Всем хорошего дня и до новых встреч!